Ребята, всем привет! Я рада вернуться на YouTube. И у меня не было 3 месяца, да, это кошмар. Но я так соскучилась по вам, кто мне в Instagram пишет. Мне сложно понять, кто у меня на YouTube, кто у меня в Instagram. Но многие из YouTube на Instagram перекочевали, поэтому подписывайтесь, кто не подписался. Я в стори очень много полезной информации выкладываю. В общем, сегодняшнее видео будет посвящено уходовой косметике. Много разной уходовой косметики накопилось. Думаю, вам будет интересно, почему я мало уделяю уходовой косметике видео. Потому что считаю, что уходовая косметика это более индивидуальная. Декоративная косметика, она может подходить большему количеству людей. И если в уходовой косметике тут более субъективное всегда мнение, то в декоративке, ну как вы поняли, большему количеству может подойти косметика. А уходовой все-таки нет. То же самое, как и парфюм. Парфюм поэтому вообще не обозреваю. И считаю, что это вообще сложно-сложно делать, чтобы человек понял, подойдет оно ему или нет. В общем, давайте начнем. Я даже не знаю, с чего начать. Много всего. Давайте постепенно, в общем, сначала с очищающих средств. Так, я не помню, я показывала или нет. Но вот одним из любимых очищающих средств, именно как ремувер, я использую от Биаре, вот такой макап ремувер. Очень мягкий, очень классный, гелевый, такой нежный. Он не как гидрофильное масло, он не пенится. Но это как сыворотка, как такая легкая субстанция, которая классно смывает макияж. Не похоже на масло и не похоже на какой-то гель, что-то между. Но не сушит кожу. В любом случае, мне не сушит. Мягко очищает. Но после него я, конечно, еще умывалкой прохожусь, потому что мне не хватает для моей комбинированной жирной кожи. Это как бы все-таки снятие макияжа больше. И второй этап, еще второй этап я делаю, очищаю обязательно. Дальше. Я в прошлом видео показывала какие-то средства, которые я пользуюсь постоянно корейские. Поэтому сейчас не буду их дублировать. Сейчас покажу, что я новое использовала. Вот такой у меня уже заканчивается очищающий крем-гель. От Рен. Он попался мне в какой-то из бьюти-бэкс при заказе. Очень классный. Блемиш фон. То есть он направлен на борьбу с закупоркой пор. В общем, он такой очищающий. Очень хорошо очищает именно для жирной кожи. Он с таким ментоловым каким-то запахом. Охлаждающим. То есть классно. Реально классно очищает. Много уже использовала. Он такой как бы очень-очень интересный. В таком прозрачном тюбике. Вот видите, вот это не грязь. Это такая там вакуумная упаковка. Реально классно очищает. Такой как бы густой. Я не могу сказать вам, что в составе глины. Он не ощущается в составе. И он именно такой матовый эффект оставляет. Вот именно для жирной кожи. Склонный к образованию прыщей, как у меня иногда бывает. Склонный к закупориванию. Он реально классный. Посмотрите. Можете заскринить. Посмотреть на Cool Beauty. По-моему, с Cool Beauty он мне пришел. На Cool Beauty он подойдет. Дальше два тоника, которые я использую лично в своем уходе. Вот этот неизменный мой тоник. Когда он заканчивается, я долго не могу без него жить. Потому что все-таки у меня кожа склонна к образованию проблем прыщей. Потому что она комбинированная. И у комбинированной кожи так всегда, к сожалению. Если не применять какие-то подсушивающие средства. Я знаю, что многие любят другой тоник. Именно визажист номер два. Если честно, я пока его не покупала. В работу именно. Там какие-то отзывы, что он может подсушивать кожу. Хоть и отшелушивающие. У меня любимый это Стилавдера как-то показывала отшелушивающие. А вот этот лично для меня. Он, видите, с пудрой. Его перемешиваешь. И он матирует кожу. Он реально меня спасает от прыщей. Которые бывают высыпания перед критическими днями. Да, какие-то там сложные ситуации. Когда в этом перелет. Все такое кожа закупоривается. Вот этот я протираю на ночь. А обязательно утром, не всегда. Утром вот этот лосьон сейчас использую. Сейчас я вам покажу. Когда я чувствую, что мое лицо в тяжелой ситуации. Я и утром, и вечером его использую. В составе есть там спирт, конечно. Но для жирной кожи комбинированной. Он в минимальном количестве. Не стоит пугаться. И он именно... Это именно антиблемеш-солюшн. Серия направлена на проблемную кожу. И у меня была раньше вся линейка. И крем тоже. А сейчас... Так, да, забыла я взять крем. Сейчас у меня только вот этот. Крем дома остался. Но тоже это и маркет. Я тоже пользуюсь вот этим. Он тоже мне в какой-то пришел коробочке. В Гудебек, кажется. От Пикси. Знаменитые тоники. Это Роуз Тоник. Очень мне нравится. Очень приятный запах. Хотя ненавижу запах розы. Но вот тут он очень легкий. Очень тоненький. Ну, это хороший тоник. Такой увлажняющий больше. Больше направлено именно... Направлено на увлажнение. Поэтому я им, например, утром пользуюсь. Этим на ночь. И еще один вам сейчас хочу показать тоник. Еще один хочу вам показать тоник. Когда у меня кожа сухая, больше я им работаю с клиентами, у кого прям сухая возрастная кожа. Особенно он классно. Для возрастной кожи после 40, после 35. Ну и вообще для девочек молоденьких, у кого сухая биодерма. Я вообще не обращала на него внимания. Где-то на форуме косметическом, на каких-то отзывах нашла. Ну, думаю, ладно, попробую. Он как бы стоит недешево. Порядка полторы тысячи, по-моему, он стоит. То есть не 800, не 900, не как корейские. Но он стоит того, реально у кого сухая кожа, возрастная или какая-то потерявшая тонус. Я вам прям советую его попробовать. Биодерма, вот гидробио. Отличный. Он прям может летом заменить вам крема. Ну, я не могу так говорить, конечно, что все, пользуйтесь им и больше крема. Нет, нельзя так. Но он реально классно увлажняет. От тоников такое редко. Редко можно замечать. Прямо мне нравится. Так, дальше я хочу показать вам крем. Я не показывала, мне очень нравится. Вот такая у него коробочка, видите, потрепана. Я им пользуюсь сама. И хочу взять его тоже в работу. Непонятно, что. Это Хадалаба. Давайте вот тут. Он у меня в ванной стоял и намок немножко. Хадалаба. Гидрейтинг крем. То есть он у них там увлажняющий один. Он реально такой гельвый, классный крем. Я люблю сейчас такие крема. Вот, смотрите. Которые очень легкие. Потому что для моей кожи комбинированной жирны нужны только легкие крема. Не перегружали, чтобы кожу. И вообще сейчас все любят. Чем легче, тем лучше. Никакой суперплотности зимой. Можно, да, использовать питательные крема. Даже зимой не люблю питательные крема. Моей коже это тяжело. Моей коже тяжело. Вот так выглядит. И еще раз я вам коробочку покажу. Потому что сложно понять, что там написано. В общем, потому что это японский крем. Я пользуюсь еще сывороткой. Тоже от Хадалаба. Очень мне нравится. Где я покупала в подружке. Реально классный. Я уже полбанки использовала. Мне нравится. Он не липкий. Увлажняет. Хорошо реально увлажняет. Не перекружает кожу. Не закупоривает. Отеков нет. Никаких прыщей у меня от него не было. В общем, ничего плохого не случилось. Поэтому я даже думаю, что все-таки я куплю вторую банку себе в работу. Что мне нравится? У него нету дикой одушки. Ничем не воняет. Не пахнет. Вот то, что я прям люблю. Очень хорошее. Он, конечно, не делает супер вещей. Таких как подсвечивание. Лифтинг. Но он делает самое главное. Это увлажнение. И этого достаточно, я считаю. Так. Дальше. Я, кстати, забыла вам показать. Вот такой мист я использую для увлажнения. Перед сыворотками. Перед базой могу наносить. Перед кремом. Он на вид гелевый. Но он распыляется. Обычный мист. У него очень такой интересный, приятный запах. Ну, во всяком случае, всем моделям, клиентам. На которые я брызгала, всем нравится. Мне тоже нравится. Это фирма Farmstay. Я очень люблю эту фирму. Корейская фирма не сильно дорогая. Из среднего сегмента. Но она качественная. Есть, вот, например, некоторые бренды, которые мне вообще не нравятся. Корейские я их не покупаю. Или покупаю только избранные продукты в этой марке. Я уже много чего попробовала. Собираюсь попробовать еще. И мне очень нравится. Есть три вида тоников, во всяком случае, которые видела я. Розовый. Он с вишней, по-моему. Ну, такой он на любителя. Зелененький. Я собираюсь попробовать. Он с муцином улитки. И вот этот голубой. Это с коллагеном. Он прям хорошо увлажняет. Прям можно перед кремом его использовать. Перед сывороткой, чтобы сыворотка лучше впитывалась. И просто его можно на лицо. Он освежает хорошо. Особенно сейчас в жару. Так, дальше давайте я то, что вижу, то показываю. Я уже 150 миллионов раз показывала мой крем от Clinique. Именно называется он All About Eye Rich. То есть именно Rich приставка. Потому что именно этот крем я люблю. Пробовала и без приставки Rich. Он более силиконистый, гелевый. Но мне не понравился. Это точно не мой вариант. Не люблю такие текстуры. Они, мне кажется, ничего не делают. А этот крем реально на протяжении многих лет со мной. И я его... Ему не изменяю. Я пробую, конечно, многое другого. Но этот крем прям мое спасение. Потому что кожа под глазами у меня уже, можно сказать, да, возрастная. И она у меня была всегда тонкая. Наверное, начиная, не знаю, с 25 лет я уже пользовалась кремами под глаза. Да, раньше даже. Потому что кожа на лице у меня комбинированная, жирная. Под глазами очень сухая. Склонная к образованию мимических морщин. Очень тонкая. Не знаю, она всегда такой была. Я вроде рано начала пользоваться кремом под глаза. Не пересушила ее. Но такая особенность. Поэтому я каждый день и утром, и вечером использую крем. Не могу без этого. Потому что я видела, какой эффект может случиться, если вы вообще не пользуетесь кремами. Да, это все-таки крема, хоть и многие говорят, это все фигня. Не фигня. Реально они работают. Они вашу кожу сохраняют более молодой. Особенно под глазами это самая проблемная зона. У женщин ее нужно сохранять как можно дольше. В общем, это мой любимчик. Еще раз говорю, что он прям для кого-то может быть плотным. Он такой, но его нужно маленькую капельку и распределять. Прям совсем чуть-чуть. И хочу показать вам еще более легкие аналоги. Они, кстати, тоже не менее классные. Вот такой у меня от KIKO. Очень классный. Он легкий. Гидро Ай. Гидро Про Ай. Но я бы сказала, что это для более молодой кожи. Очень классно, что он с дозатором. И не нужно пальцами лазить в банку. Бактерии туда загрязнять. В общем, он выдавливается тоненький, легенький. Вообще не вызывает аллергии, отеков. И он увлажняет кожу. Я, может быть, для себя не на вечер, на утро использую. Я купила его для себя. И мне, так как у меня купила два крема, я этот в работу для клиентов в студию перенесла. Все, что я использую на клиентах, я сначала пробую на себе обязательно неделю-две. Только потом я приношу и понимаю, что можно использовать на клиентах. Очень классный. Больше использую для молоденьких девушек. До 30, наверное, лет можно его использовать. Или у кого кожа более плотная под глазами. Если кожа более сухая, тонкая, использую либо вот этот клиник. Либо вот я еще купила корейский. Мне очень нравится. От компании It's Skin. Я люблю эту компанию, кстати. Вот такой. Вот видите, он уже тоже использован. Много его использовали. Коллаген. Есть две версии. Есть зелененькая и оранжевенькая. Зеленую версию не пробовала пока. Зеленая версия, она, например, просто на увлажнение, более легкая. Эта версия более питательная. Очень хорошая. Крем тоже мне нравится, что он с носиком. Выдавливается там небольшое количество. Все. И не нужно, опять же, в банку лазить. Люблю продукты в тубе в качестве безопасности гигиены. Он хорошо вот так же увлажняет, как клиник. Примерно так же, в принципе. Он менее плотный, чем этот. Но увлажнение очень хорошее. Мне для моих глаз понравился. То есть реально он работает, реально хорошо увлажняет. Он чуть плотнее, чем вот этот. Поэтому я в работе всегда держу более легкий, чуть плотнее, чуть питательнее. Потому что разные клиенты приходят. Крем под глаза. Под консилер. Под консилер вообще вот этот мой любимый. От Кика. Так. Я тут хаотично. Не по, так скажем, ступень. По ступеням иду. Там очищение, увлажнение. В общем, извиняйте. Что вижу, то я беру. Потому что разложила тут все. Пытаюсь понять, что к чему. Так, давайте сейчас я вам покажу мист. Еще один мне, который понравился. Это новая марка для меня. У меня два средства от этой марки. Это вот такой мист успокаивающий. Убирающий покраснение. Направлен на то, чтобы быстро успокоить кожу. Потому что ко мне приходят модели-клиенты. Раздраженная кожа часто бывает. Он с Центелла. Здесь входит Центелла Азиатская. Это как бы новый для меня продукт. Я раньше и не встречала его. Такое противовоспалительное действие. Насколько я прочитала про это средство. Этот компонент. Оказывает противовоспалительное. Быстро рано заживляющее. Успокаивающее действие. У него такой интересный специфический запах. Такой немножко медицинский. Может быть лекарственный. Но он приятный. Не вызывает каких-то неприятных ассоциаций. Это компания АПЛБ. Может быть кто знает. Напишите какие продукты вы еще использовали от этого бренда. Не сильно он распиаренный. Как там мизон, фармстей, еще что-то такое. Но вообще для меня он новый. Мне очень понравилось. Он приятно освежает, охлаждает. Например, пришел клиент ко мне. Я протираю кожу. Вижу, что кожа очень чувствительная. Очень раздраженная. Обязательно пользуюсь этим мистом. Себе тоже. Я, кстати, использую. Очень-очень хорошая. И это Корея. Корея, конечно же. И сейчас я вообще подсела на Корею. Я нашла для себя очень много средств, которые недорогие. Но они действенные, качественные. Корея в этом плане неплохая. Но нужно тоже выбирать. Я надеюсь, записался у меня отзыв про эту сыворотку. Потому что сейчас у меня просто выключилась камера. Батарейка. Дурацкая сила. Мне нравится на своей коже ощущать. Я не знаю, насколько это делает эффект лифтинга. Но кожа мягкая, пластичная, увлажненная. Такая, знаете, в тонусе. Вот что он дает. Дает эта сыворотка тонус. Вот такая коробочка. Очень вам советую. Очень классное средство. Летом обхожусь без крема. Я думаю, что крем обязательно докуплю. У них есть еще из этой серии фиолетовый крем под глаза. Конечно же, попробую обязательно. Я хочу попробовать. Мне очень нравится. Посмотрите, как классно выглядит эта упаковка. Очень дорого. Несмотря на то, что это корейский бренд. Красивые, дорогие такие бутылочки. Приятно ее поставить себе на полочку. Никто вам не скажет, что это какое-то средство за тысячу рублей. По-моему, тысяча, тысяча триста. Тысяча, там вот так примерно. Выглядит достаточно дорого. Самое главное, это, конечно же, качество. Качество на ура. Так, и у меня тут остался, по-моему, один крем для тела и крем для лица. Хочу показать вот такой крем. Это Апью. Крем с гамма-мелисом. Мне сложно это выговорить. Этот крем направлен на сдерживание кожного сала. В общем, для жирной кожи, как я, для нормальной комбинированной кожи. Но это увлажняющий крем для жирной кожи. Не матирующий. Потому что есть матирующие крема. Кому-то, может быть, нужны матирующие крема. Мне нравится именно чувствовать, чтобы моя кожа не стянутая была, но и не выделяла кожное сало. Вот это очень хорошее средство. Мне нравится. Я посмотрела у Оли Шепелева. Я подписана в Инстаграме. На нее все тоже подписывайтесь. Она постоянно делает обзоры, ходит в магазины. Она живет, если не ошибаюсь, в Москве. И вот именно это средство я увидела у нее и решила попробовать. Апио продается в подружке. Сейчас в Краснодаре у нас есть уже одна. Скоро вторая откроется. Есть сайт, если у вас нет в городе подружка, можете заказать. Хорошее средство. У меня до этого на лето был крем из серии антиблемеж. Но он более матовый, более матирующий. И это средство я не могу сказать, что он матирует. Он не матирует. Да, нет матового финиша эффекта. Но кожа не жирнится. Она становится такой просто натуральный финиш остается. И сверху я могу даже наносить сразу тональный крем. Иногда не наношу базу. Часто не наношу летом особенно. Этот крем именно уходовый. То есть это уходовое средство. Никакое не декоративное. Можно пользоваться им. Я в основном днем пользуюсь. На ночь я пользуюсь другим средством. Сказала, что осталось у меня только два крема. А я забыла вам показать маску. В новую маску. Маска от Lineage. Вот я пользуюсь либо кремом, либо маской сейчас на ночь. Маска просто какая-то находка. Это Lineage. Это не средний уровень. Чуть выше уровня по ценовой категории. Я попробовала сейчас два средства от этого бренда. И просто это какое-то волшебство. Особенно маска. Сейчас, конечно, пока непонятно. Потому что кожа у меня не сухая. То есть не подсушенная. Несмотря на то, что у меня комбинированная кожа часто бывает подсушенной. Если я правильно за ней не ухаживаю. Но сейчас такое редко случается. А раньше было. Но все равно я питаю на ночь кожу, чтобы она была напитанной. А для тех, у кого сухая кожа нормальная, я советую вот эту маску. Называется она Water Sleeping Mask. То есть она такая легкая, такая гидрогелевая, водянистая маска. На ночь. Ее наносите на ночь. Спите с ней. То есть она не требует смывания. Как некоторые там через 20-30 минут. Но утром нужно ее смыть обязательно, чтобы она не закупорила поры. Она прям такая супер-супер-супер увлажняющая, классная. Я долго думала про нее. Я ее специально сильно не открываю, чтобы она не портилась. Голубенькая, гелевая. Очень приятная. Запах просто невероятный. Очень хороший, свежий. Сейчас таких масок, подобно у плана корейских, просто пруд-пруди огромное количество. Но все-таки эта маска стоит того. Здесь 70 миллилитров. Оно стоит, конечно, как бы не тысячу рублей, порядка двух тысяч. Смотря где покупать. Но оно стоит того. Оно большой объем, надолго хватит. И прям мне понравилась кожа на утро. Подтянутая, гладенькая. Такая прям гладенькая-гладенькая. Особенно, когда вы летаете часто. Какие-то перелеты. Я советую использовать такого плана маски, чтобы у вас кожа возрождалась, так скажем. Вот этого же бренда я купила бальзам для куб. Я вообще фанат бальзамов. У меня несколько бальзамов разного-разного плана. Я вам показывала какие-то мои любимые. Я постоянно тестирую. Некоторые не показывают, потому что они мне вообще как бы никак не понравились. Показывают только то, что нравится. Это тоже этот же бренд. У меня розовенькая маска. Есть еще с другими запахами, насколько я знаю. Но мне этот запах просто безумно понравился. Она как бы тоже ночная. Но вы можете наносить ее просто перед, когда делаете макияж, перед какой-то устойчивой помадой. Можно ее не обязательно на ночь. На 20 минут она уже делает свое дело. Вот такая она розовенькая. Она пахнет грейпфрутом. Если я не ошибаюсь, по-моему, она грейпфрутовая. И у нее просто божественный запах. И у нее действительно классное действие. Она не как многие маски, такие вазелиновые, вязкие, тяжелые. Она прям такая мягенькая. Ну, как гидрогель. На кубах распределяется и увлажняет. Действительно классно. Особенно у кого есть с этим проблемы. Так. И последнее мое средство на сегодня. Если что-то забыла, я буду там покажу потом. Я купила вот такой крем от Sol de Janeiro. Сейчас такое популярное средство для тела. Хотя крема для тела я вообще не люблю. Из-за их липкости, вязкости, масла. Все это мне вызывает дискомфорт. Пачкает одежду. Этот крем, он просто невероятно пахнет. Но он пахнет как бы таким тропическим запахом. Кокос, папайя, что-то такое. Кто от сладких запахов... Кому плохо от сладких запахов, берегитесь. Очень такой. Но он не такой кокосовый. Сама не люблю чисто кокосовый запах. Вообще у меня сразу голова болит, тошнит и все такое. Здесь он тропический, приятный запах. И он, в принципе, выветривается. Он... Этот крем не липкий. Я вот вчера наносила перед выходом на ноги, на руки. Увлажнился. Кожу увлажнил, но не оставил липкости. Я слышала отзывы про масло. Я хочу обязательно масло купить. Там вообще божественный запах, говорят. Вот такой он. Просто обалдеть. Он очень классный запах. Несмотря на то, что я вообще не любитель кокоса. Да, какого-то такого запаха. Но здесь кокос не сильно чувствуется, что этот делает крем. Просто супер увлажняет вашу кожу. И он ее делает такой гладенькой. Не знаю насчет подтянутой. Но кожа становится более... Особенно, знаете, когда вы загораете, ваша кожа более сухая кажется. Она немножко от загара ссушится. Вот это самое то, чтобы вашу кожу восстановить. Я хочу еще какие-то средства выупровать, потому что мне очень понравился этот крем. Покупала его на Cool Beauty. И если у вас будут какие-то вопросы, спрашивайте, где купила. Потому что я не могу так сразу все там написать. Ссылки не всегда оставляю. Все. Я надеюсь, у меня это видео получится. Потому что у меня за это видео два или три раз садилась батарейка. Отключался фотоаппарат. В общем, я прям держу кулачки, чтобы это видео получилось. Потому что все-таки я потратила на него время. Следующее видео будет про декоративную косметику. Сейчас у меня есть небольшой перерыв, запас времени. И я могу несколько видео для вас снять. Я думаю, что получится все. Потому что уже давно не снимала. Хочется прям вам много чего показать. Я надеюсь, вы меня не забыли. Ставьте, пожалуйста, лайк. И встретимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok